Здравствуйте, товарищи аудиофийствующие! Сейчас на моей голове категорически балдежные наушники, потому что это по-настоящему накладная модель. Не то, что сейчас преподносится как накладные вот эти вот здоровые лопухи, которые все равно еще почему-то считаются неполноразмерными. Моделями здесь просто маленькие, компактные, легкие, с поролоновыми насадками, удобно сидящие, что вообще еще надо. И при том, что весят они всего 66 грамм, это практически невесомо, они беспроводные и играют до 18 часов. Всю базу выложил просто в первую минуту, наверное. И да, это их главное преимущество. То, что они очень легкие, компактные, по-настоящему накладные, долгоиграющие и, в общем-то, по звучанию, ну, они неплохие. То есть, достаточно хорошие для того, чтобы не омрачить о них общее такое впечатление. Из интересных особенностей можно выделить управление. Есть с одной стороны клавиша, с другой стороны колесо регулировки. И это просто офигительно, потому что вы с одной стороны просто управляете включением, переключениями. Здесь громкость. Все. Это удобно, это классно. Оно незаметно никак не мешает общему внешнему виду наушников. И просто вписано в дизайн. Все. То есть, понятно, что целились на такое ретро, а-ля там 70-е, 80-е, как те самые первые накладные наушники Sony Walkman, которые поставлялись вместе с кассетными плеерами. Они действительно очень сильно похожи. И это рабочая система. По поводу звучания. Естественно, здесь не хватает низких частот. Даже не то, что там суббаса каких-то прям очень глубоких низких частот, но даже вот нижней части мидбаса. То есть, там ближе, наверное, к 70-80 Гц. Все-таки они воспроизводят хорошо. Ну, ладно, это я уже прям совсем загнул. 60, наверное, тоже дается адекватно, без особых каких-то искажений. Но глубже все, там беда. Поэтому хоть какая-то масса на низких частотах у них присутствует, он не совсем уж какой-то упрощенный. И там, где нужно дать какую-то эмоциональную составляющую баса, наушники все-таки справляются. Но их главная фишка — это середина, которая и выделена. То есть, она выходит немножко на передний план. И очень хорошая сцена. То есть, мы имеем такую ситуацию, когда одновременно и середина выходит вперед, и сцена хорошая. То есть, как правило, это немножко противоположные вещи. То есть, за счет того, что нет плотного прилегания к уху, естественно, и улучшается ощущение сцены. То есть, прям даже глубина какая-то есть. Там, если инструменты расставлены, ох, даже можно на некоторое время включить аудиофила. Но и вокал тоже звучит классно. Очень живо, очень эмоционально. И он в какой-то степени даже компенсирует то, что есть проблемы с низкими частотами. То есть, все, ты все равно получаешь свою какую-то часть положительных эмоций. Высокие частоты глобально адекватные, они не слишком сильно срезаются, они звучат более-менее натурально, живо. То есть, тоже эмоциональная составляющая присутствует, но зависит от громкости. То есть, если слушать на средней громкости, которой с головой будет хватать где-то в тишине, то высокие частоты нормальные, они адекватные. Просто вот звучат относительно бюджетно, но неплохо. То есть, явно не то, до чего ты будешь как-то докапываться. Когда уже поднимаешь громкость, ох, поднимается и уровень высоких частот, что уже не особо приятно. То есть, если вы будете ездить в них где-нибудь в метро, не надо так делать, то тогда звучание будет не очень приятным. Где-то в спокойной обстановке, вышли погулять вечером, куда-нибудь в парк насладиться музыкой, в накладных наушниках. Все. На стандартной громкости, которой будет хватать, высокие частоты раздражать не будут. И тут уже самая главная их фишка заключается в том, что конкурентов у них особо и нет. То есть, есть Коспорта Pro Wireless, но, во-первых, они как-то и больше по размерам. Они не такие удобные, даже несмотря на то, что у них есть дополнительный здесь фиксатор на виске. И у них есть кабели. Все равно такой ошейник у них присутствует. Здесь этого ошейника нет. Все. Вот в этих вот 66 граммах находится все. И работает до 18 часов. С головой хватает абсолютно и полностью. Зарядить их тоже не проблема. Есть разъем USB Type-C. Все, что нужно, присутствует. И вот, честно сказать, я не хочу их отдавать обратно. Я так давно не слушал музыку в накладных наушниках. Я отвык от того чувства, что что-то не внутриканальное может быть комфортным. Ну, по факту. Все. Просто сделал вот так. Немножко настроил их, чтобы они правильно располагались на ухе. И ты можешь спокойно в них сидеть. Я не могу так сидеть в полноразмерах. Потому что все равно они давят на ухо. Уши потеют значительно быстрее. Потому что здесь они хоть и закрывают поролонками. Но процесс нагревания у шеи происходит значительно дольше. Есть больше времени, пока тебе комфортно слушать музыку. И я бы очень сильно хотел, чтобы такой сегмент развивался. Продолжались какие-то новые модели. Появлялись желательно тоже из такого сегмента до 100 долларов. То есть их цена около 70 долларов. И оправдана она на все 100%. То есть даже если бы залупили здесь 100, 120, 130 долларов, оно все равно бы оправдывалось тем, что конкурентов толком нет. Если хотите другие накладные наушники, там будут лопухи. Все. То есть видоизменилось понятие накладных наушников. От вот такого к всяким OneMore Sono Flow, тех же Anker Q35, Q40, неважно. И да, определенно они интересны. Поэтому по ссылке в описании вы сможете их найти. Я думаю, что через... Пускай через два дня я их верну обратно в магазин. Как я понимаю, они приехали в одном единственном экземпляре. То есть как-то не стали их покупать много. Но тоже, наверное, правильные решения, как на пробу. И проба по мне лично удачная. На этом у меня все. Вам большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч.